Дорогие друзья, вы на канале ТОП-ICO и с вами, конечно же, как всегда, Евгений Игнатов. Итак, сегодня у нас на обзоре очень интересный и перспективный ICO-проект под названием iMusaifi. И на данный момент мы находимся на его официальном сайте imusaifi.com. Ссылочка на него, конечно же, как всегда, будет в описании под видео. И я рекомендую пользоваться данной ссылочкой, так как через поиск вы можете наткнуться на фишинговые сайты. Итак, мои дорогие друзья, поехали. ICO iMusaifi – это децентрализованная платформа для художников музыкальной индустрии. Данный проект стремится создать целую многоуровневую децентрализованную экосистему, в которой будут использоваться такие современные решения, как интеллектуальная система вознаграждения. И компенсации. Вознаграждение за какой-либо вклад в данную платформу. И прошу обратить внимание, что на данный момент уже есть анонс, что скоро будет запущено пресейл. Но дата пока что будет анонсироваться в ближайшее время, но пока мы ждем. Но уже как бы известно, что вскоре это, так сказать, событие начнется. Итак, также цифровой токен данной платформы может быть использован в качестве валюты, с помощью которой можно будет осуществлять обмен между цифровыми активами и услугами. Целью данной экосистемы является установление доверия и прозрачности между различными художниками и поставщиками услуг в данной отрасли. Все это будет осуществлено за счет использования комбинаций инновационных протоколов и фреймворков, которые будут призваны упростить прямую взаимную связь между художниками, поклонниками и другими заинтересованными сторонами. Мои дорогие друзья, также в шапке сайта что еще есть интересного? Кнопочка регистрации в white list. Я рекомендую всем, кого заинтересует проект, ну это вы, конечно же, поймете к концу видео, когда я вам полностью расскажу про данный проект и вы узнаете все его, так сказать, нюансы, все, так сказать, тонкости. И если он вас заинтересует, то рекомендую зарегистрироваться в white list, потому что, когда уже начнется продажа, точнее будет проходить, подходить время ближе к продаже, возможно, white list закроется и в пресс-селе смогут поучаствовать те, кто только в него заранее зарегистрировался. А сейчас тот самый момент, когда еще можно зарегистрироваться, так что, мои дорогие друзья, если вас заинтересует проект, задумайтесь над этим. Итак, что сразу хочется сказать? Хочется сказать о том, что особо сильной разницы в цене не будет. Там в несколько раз токен не вырастет, в отличие от пресс-села до последней стадии майн-села. То есть на пресс-селе будет токен стоить 3,5 цента, а на последней стадии майн-села будет стоить 4,8 цента. То есть, мои дорогие друзья, сильно, так сказать, роста не будет. Но я думаю, что для тех, кто будет покупать большими объемами, то, так сказать, ценник будет существенно меняться в размере, то есть, в зависимости от стадии ICO. Итак, далее можно просмотреть официальную презентацию проекта iMUSIFI. Презентация, кстати, очень интересная, красочная, но я вам ее запускать не буду. Кому интересно, тот, я думаю, сам включит ее и просмотрит. Итак, давайте теперь разберем, какие существуют основные проблемы, которые будет решать данная платформа. Итак, команда на данный момент выделяет 2 основные проблемы. Первая – это абсолютная неэффективность нынешней централизации, а вторая – это частые ошибки соединения. Самое главное на данный момент проблема централизации – это отсутствие прозрачности, которое привело к таким последствиям, как потеря доходов, неправильная передача прав собственности и неэффективность процесса в лицензировании. В связи с этим, многие крупные организации удерживают большое количество доходов за счет использования многих художников и их различного творческого контента, что приводит к тому, что художникам не получается получать справедливый и честный доход. Также в настоящее время музыка стала более доступной для многих пользователей интернета. Раньше такого определенно не было. Но, несмотря на это, разрыв между различными создателями и музыками с авторами и многими акционерами с каждым годом планомерно только растет, что очень сильно усложняет обмен различными идеями и ресурсами. Итак, теперь давайте перейдем к самому решению. Самым главным преимуществом данной платформы является устранение необходимости в различного рода посредников. Отсюда вытекает существенное повышение эффективности платформы и ее прозрачности, благодаря которой абсолютно все пользователи, несомненно, получают вознаграждение за свой вклад в данную индустрию. Также стоит заметить, что у данного проекта есть множество крупных партнеров, которые заинтересованы в развитии продукта и всячески этому способны. И я сейчас, мои дорогие друзья, вам покажу, так сказать, полный список этих партнеров, так сказать, хваленных партнеров, которых я только что рассказал. Итак, партнерами проекта являются Alcoin Wiki, я думаю, все знакомы с данным сайтом. Это сайт на подобии Википедии, только конкретно по криптовалюте. Далее, Neo, я думаю, тоже все знают, монета, которая находится в топ-10 на CoinMarketCap. Далее, мои дорогие друзья, Crypto Valley, тоже ICO проект, который недавно начал существовать, но уже, так сказать, дает плоды. Ну и, мои дорогие друзья, также команда проекта, что еще, точнее, мне хочется сказать, команда проекта довольно-таки молодая, но уже с, так сказать, широким и большим опытом работы. Есть о чем, так сказать, поговорить. Но мы это с вами обсудим в следующем видеообзоре. А также еще и адвизоров проекта. Ну и, конечно же, Roadmap. Это тоже в следующем обзоре. И социальные сети, а точнее, социальную активность в социальных сетях. Мы с вами разберем. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, подписывайся на мой канал. Всем, кому понравилось видео, пишите комментарии. У кого есть какие-либо вопросы, задавайте эти вопросы в комментариях под видео. Если я вам не смогу ответить на данные вопросы, то на сайте есть раздел «Факью», в котором можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. Но если уже вы здесь не найдете ответов, то, я думаю, вам стоит обратиться в техподдержку, которая с радостью вам ответит. Вот такие вот мои дорогие друзья. А также рекомендую для тех, кто зарегистрируется в уайт-листе, подписаться еще на новостную рассылку. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, подписывайся на мой канал. Пока!